28 октября прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уже традиционно в дистанционном формате руководители подразделений города доложили главе Десногорска о текущей эпидемиологической ситуации. В медико-санитарной части развернуто для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией 70 коек. На утро сегодняшнего дня госпитализировано 60 человек. Пока что проблем с госпитализацией у нас нет. Резерв коек есть. Больных коронавирусом в Десногорске за неделю стало больше на 87 человек. По данным ФМБА суммарный показатель на 28 октября составляет 613 случаев. Из них выздоровевших 399 человек. Коэффициент распространенности инфекции на сегодня составил 0,7 при норме не более 0,8. Свободный коечный фонд 14 процентов при норме не менее 50 процентов. Открытым остается вопрос применения штрафов в отношении тех, кто не соблюдает требуемые эпид-меры. На уровне области такое решение уже принято. Касается оно тех, кто не носит маски в многолюдных местах. Алгоритм административных мер в Десногорске и то, кому они будут применяться, станет известен в ближайшие дни. Кроме того, в Десногорске предлагается использовать лучшие практики по противодействию пандемии, которые показали свою эффективность в атомных городах. Примерный план мероприятий уже находится в распоряжении главы города. Я рекомендую очень его взять за основу, чтобы, во-первых, проверить, все ли вы учли с точки зрения системного подхода к этой работе. А с другой стороны, может быть, вы предложите что-то свое, привнесете. Среди прочих городских задач отмечено завершение наладочных работ на подачу тепла в жилые дома. На это ушло около 10 дней. Школьные каникулы идут по расписанию до конца текущей недели. Дистанционное обучение для новых классов учащихся не предусмотрено.